Итак, вы видите, какие фракции. Это у нас Форлиндон. Стимулу попала его любимая фракция и Мэтграду попала его любимая фракция. Это у нас под Мэтградом вы понимаете Матфея, а под стимулом вы понимаете Руслана. Это отборочные предфинальные уже. Нет, это отборочные третьего раунда на предфинал, да? Это и моя самая любимая. А флот мы можем использовать или нет? Как захотите. Ну, давай, по идее, можешь. Можешь, в принципе, если не договаривался с уязником, что без. Используй. Давай использовать. Флот. Используй. Только я не вижу смысла его использовать. Пока игроки не знают фракции друг друга, знают только свои фракции. Я скажу вам сейчас классную вещь, которую должен всем услышать, но нельзя же обеговорить. Где-то в описании под видео будет лютейшая ссылочка, перейдя по которой вы сможете оставить заявку на турнир отборочной, просто игру в веселом чатике, где не умолкает ни на секунду обсуждение. Люди сходят с ума, читая 600 комментариев в день в этом обсуждении. А если вы еще запишетесь на турнир по Вархаммеру, на игру по Европе Универсалис, то психлечебница и отдельная палата вам обеспечена, потому что это 600 умноженное на 3. 1800 сообщений самого разного характера, от лютой порнографии до величайшей политической срач-арены. И все это касается Властелина Колец, Вархаммера, 40 тысяч Соул Сторм, Европа Универсалис и всякого такого. Подавайте заявки на участие, не проходите мимо. Будем пополнять местные психиатрические пациенты. А я что, уже свихнулся? Я же состою во всех этих чатах. Ну медленно, но уверенно идем к белым халатам. А что здесь на моем руке? Ветя, а Ветя, за что ты так со мной? Ну так, ну вместе же. Мы же вместе будем сидеть. В тюрьме? В лучшем случае, да. Я бы не садился в одну камеру с енотом в тюрьму. Хорошо? Как вы думаете, все в порядке с женщиной? Может быть, вы с мужчиной? Ну спасибо, теперь я зеваю. Может быть, это скрытая психологическая реакция? Нет, это психологическая тебя атака. Уберем, накакать мне в тапки. Ну что ж, противники еще не видят друг друга. Так что за фильм ты смотришь? Ты можешь сказать, а? Нет. Меня в жизни интересуют два вопроса. Это как зовут Немо и что за фильм смотрит енот? Енот еврей. Не еврей? Еврей. Почему это? Ты не говоришь, что ты за фильм смотришь? И что это делает меня евреем? Да. Какая-то странная логика? Нет. Но тебе, видимо, жалко сказать, что за фильм ты смотришь. Мы тут уже теряемся в догадках. Либо это категория фильма для взрослых, либо это что-то действительно такое таинственное, невероятное. Как минимум, я уже даже готов посмотреть этот фильм сам. Ну, я не знаю, видел ли ты его или нет. Это что-то про енотов? Нет, к счастью. Удивительно. Если хотите енота, то смотрите мультик Лесная Братва. Да, кстати, забыл показать, что вот это вот замочек и фракция Мэтта. Внизу, на юге и вверху, на северо-западе замок и фракция Руслана. Строитель сейчас угробишь Гондор. О, спасибо! Я включаю, я тоже. Давайте, я же. Слушай, и подсказал, и фракция про спойлер. Но это может только ено быть. Я сказал, что строители потеряют, что тут сказали. Ты сказал, Гондор. Слепой, глухой, небой. Спойлерчик. Там где? В Соединенных Штатах убили за спойлеры по Звездным Войнам. Дима, тебе нельзя в кинотеатры ходить на такие фильмы. Ты можешь в одной фразе заспойлерить весь сюжет. Неправда, мой друг заспойлерил весь сюжет в Хоббите 3. Я не хочу знать уже, что за фильм ты смотришь. Ну тебя нафиг. У тебя все за фракция тогда. Сейчас ты ее увидишь. Да ладно, почему у него гномы. Ангмар. Опять? Да. Не опять, а гномы. Так, ну что, Гондор набрал много золота с нейтралов. И много золота пытается взять Ангмар со своих нейтралов. Ладно, чтобы Витя меня уже не проклинал, так сказать. Смотрю, ну, 50 отенков все. Таким мы где-то были правы. А как Властелин колец сочетается с 50 оттенками серого? А никак, я просто говорю, что смотрю, а тут взяли и заставили меня быть хостом. Ребят, мы Диме портим первое знакомство. Сами знаете, какими вещами. Почему сразу первое? Я в третью уже смотрю. Третий раз? Так. Что-то это не тем попахивает. Не, знаешь, я люблю просто в фильме пересматривать. Вот Властелин колец уже даже не помню, сколько пересматривал. Ну, я понимаю, вот Властелин, но 50 оттенков серого. Так, заканчиваем. Меняем тему. Хорошо. В любом случае, девушки, если вы сейчас это смотрите, помните, енот свободен. И готов для серьезных и не очень отношений. Я сомневаюсь, что у Витя есть подписчицы. Подписчицы? Да, я это не выяснил. Ну вот мы это как раз и узнаем. Если вдруг какая-то девушка скажет, что пришла к тебе с канала Рогатая Жаба... Не-не-не, естинно, естинно. Эй, тебе скучно и одиноко? Посмотри Рогатую Жабу. Да, там енот всегда встанет. На канале Рогатой Жабы эксклюзивный енот, который трижды посмотрел 50 оттенков серого. А значит, он в курсе, как доставить невероятное удовольствие женщине с особыми запросами. Нет, ну, я скажу так. Я ненавижу BDSM. Это я уже наперед. Это говорит человек, который третий раз смотрит 50 оттенков серого. Ты мазокист? Нет. Тогда зачем смотришь то, что ты недовидишь? Не, ну как? Я сказал только, что мне не нравится в нем, а так только нормально. А-а-а. Так, ну что-то тут Ангмар прям давит и давит. По идее, должен был Гондора тащить. Ну да ладно. Разрушить и сжечь. Матвея дали второй шанс за Ангмар. Не, ну Матвея опять проблемы с пикинерами. Ай, черт возьми, действительно, как много этих пикинеров. И у тебя войска на базе сидят лишние. Спасибо, что подсказал. Микроконтроль. Все, меня можно не приглашать дальше, дабы меня, наверное, возненавидеть. Капитан очевидность. Надеюсь, это видео мало кто-то смотрит. Ой, я сейчас фигню сделал. Чтоб никто ко мне потом не лез в контактах, так что, фу, Дима, не ожидал от тебя такого. Чего? Это видео явно не про бой Руслана с Матвеем. Это видео про 50 оттенков серого енота. Не, ну а что, я уже это сказал где-то в середине видео. А, ты надеешься на то, что до этого момента обычно не досматривают? Да, я надеюсь, что всем будет так скучно смотреть этот бой, что... Так вот, дорогие мои подписчички. Если вы хотите узнать эксклюзивное про нашего любимого енота, то смотрите видео полностью. Что-то так жаба на мне зацикливается. Так, Гондор отбился, а тут столько очков. Гондор отбитый, что ли? А у Гондора столько... Не, ну Ангмар тут явно хорошо себя показывает. Но я просто... В том мике Гондор уже наконец... Не, Ангмар все равно лидирует. Ты немножко сменил тактику, я вижу. Но тут что там он лидирует? Больше появилось у тебя этих, которые метают. Нефтеметатели. Кто встанет под наши знамена? Ну точно не я. Бездельники корм для волков. Можно с ним говорить, знаете, про зрелищи. В ФБЕ. Да-да. О, хорошо. Взято новая способность. Сейчас посмотрим, как она будет применена. В тыл! Надеюсь, жабы меня не возними. Кстати, между прочим, себя эти показали довольно-таки хорошо. Ну что там, пригодился кому-то флот? Я вижу, что ваши флотилии прям бороздят пространство. Да, наши пираты Карибского моря, седьмая часть. Ну как, Матвей захватил корабль, захватил себе точку. Да вы посмотрите, какой этот ангмар наглый. Просто жмёт и жмёт. Я напомню, кто мой учитель. Научил бы тебя учитель микроконтроллингу. Прямо уводит из-под этих самых заставу, чтобы брать ресурсы уже сразу. Вот тебе подсказочка. Нажимаешь на кнопку Q, и все войска у тебя... Короче, и собираешься, как все войска. Чё они? Минус строитель от Бондора. Это вот не единственный минус, я его всегда выделяю. Всё, жаба, думаю, изменит своё решение, потом меня ухудшил в сторону. За что, за строителя? Нет, всё нормально. Или ты прокью? Я сказал, какие фильмы... Какой фильм? Не, я против 50 оттенков серого ничего не имею. Я их не посмотрел. Но спойлерить не надо. Да и не буду. Вдруг я ещё захочу посмотреть. Чтобы Ольга тебя убил? Всё оттенков серого. Если не вместе. Вдруг на планете не останется никаких других фильмов, кроме этого. И мне придётся до дыр затирать подобное творчество. Видите, есть тысячи фильмов. И я уже, кстати, предлагал бы Синистер посмотреть. Надо будет, надо будет. Да, Синистер хороший фильм. Ой, хорошо, Ангмар тут, конечно, выставил оборону. Красавчик, правда. Правда, я не хочу защищать это. Да, и все дела. А, кстати, Гондор... Нет, всё-таки... Обратил внимание на заставу, я уже думал. Ну, займёт её или нет. Они всё с первого раза не делают. Согласен. Идём короля чародей, чтобы повелевать. Ой. Отходи лучше. Я исполняю волю короля чародей. Опять Базино. Стоит против нас. Ты про что? Про то, что у тебя в базе. А, да, да. Ты можешь комментировать то, что надо, а не то, что нужно. Ладно. Итак, что мы видим? Гондор каким-то макаром отступает. И теперь с ним возвращается бить, что он не туми норовит. Не, но он правильно. Он отводит от башни. Зачем ему получать обстрел в спину? А зачем ты его нанял? Там и так войска нет. Ну, так откуда он видит? Есть там происходящее. Вот он. И хлопок. Ах ты, Том, бомбозил. Блюдок, мать твою. Один из древнейших жителей среди ДМЕ. Если не самый, такой самый долгий. Так, я бы сейчас подсказал, но нельзя. Поэтому я не подсказываю. Я сейчас подскажу. Сейчас Карша слеет. У него... Э, Карш, ты что? Так, кстати, я заметил. На первом уровне его этот яд слабо действует. Это его нужно уже качать, да. Да ё-моё. Приличного уровня. Чё, запинали? Да, запинали бы. Хорошо, у Гондора с ресурсами. А вот у Ангмара, конечно, сейчас проблемки. Ооо, вот сейчас... Ну, так, нормально. Ладно, теперь Ангмар своего строителя просрал на гоблинах. Серьёзно? Видите, у нас Ангмар просрал строителя на простых гоблинах, в которых осталась одна яма в этой карте. Где лучники, которые сидят в башнях и обстреливают врага? Их там нет. Там простые башенки. Матвей, ну ты даёшь микроконтроль. Микроконтроль тебе, конечно, жёсткий. Да. Но зато башен много. Эм, две башни это много? Каких вот? Какие? Было три. Эм, точнее четыре. Никто не выстает просёс. Денис, я что-то не видел. Всё, меня ненавидят. Слишком много спойлеров. Мы строим лучше гномов. Вот видите, сделай название этого видео, что... Спойлеры о Деме. Ну, желательным лицам не смотрят. Ну, так вот и надо сделать. Чё, мы не делаем его? Чё, мы не делаем его? Нет, 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 нет. Спойлеры о Деме. Еноты любопытным не смотреть. Но все посмотрят, потому что у нас сплошные любопытные. Ну, потому что у нас все люди любопытные. Гондор прорывается даже не следопытами. О, одна хорошая башня есть. Питя определяет хорошие башни. Ну, давай, Руслан, запинаем его. Да, Руслану сейчас это будет нелегко сделать, если будет больше хороших башен. Да, господи. Не останавливаться. Хорошая башня, это много очков способностей. Мы бьемся за Ангмар. Я здесь, чтобы повелевать. Так. Пусть сгину. Я сила Ангмара. Мы бьемся за Ангмар. Это кого ты там пробафал своей способностью? Боевой клич? А, этих орков. Ого, лучники пятого уровня. Ага, спасибо большое за обстрел. Расходимся, парень. Ага, конечно, успели. Зато Нуминорцы живы, радуйся. Наполовину полу, наполовину пуст. Вот так вот и Нуминорцы. Наполовину живы, наполовину мертвы. Так, три способности, две способности. И денег у обоих. Рассказай тебе про самого настоящего спойлера. Не надо. Не-не-не, это я имею ввиду про Хоббита. Что, в общем, вот, когда вышел третий Хоббит, мы, я там с четырьмя друзьями пошли смотреть фильм. Так, кто там за моей душой пошел в скайпе? Саурон, что к тебе? А шо тебе этот кораблик дает? Какой? Да я Матвею. А, этот кораблик? Я его не реализовал. А где кораблики? Да нету корабликов еще вообще. Ага. Скрытый потенциал? Да никакой не скрытый у него потенциал. Это потенциальный корабль. Витя, Витя, вот смотри, вот, пошли мы с друзьями смотреть Хоббита 3. Всю, весь год мне один вечно трендил, что Торин умрет и меня это разочаровало. Я его возненавидел за это. Тут пошли смотреть Хоббита. Видим уже эпичную битву Торина против Азога. И как Азог в воду попал. Тут он, тут у него не выдержало. И он на весь зал кричит, что когда, что почему Торин не сдох, когда он сдохнет. Мне так, мне за него так стыдно стало. И более того... О, как хорошо залп попал. И более того, люди раскричались и угрожали ему в прямом смысле этого слова, чтобы он закрыл свой лад. А этот тоже хорошо попал. Но меня, конечно же, прослушали. Не, ну тут сейчас такое эпичное... У нас каждый день, Витя, у нас каждый день что-то эпичное. Если я, возможно, не тащу противника, то я его не тащу. Не-не-не-не, тут вы по силам хорошо оба раскачались. Тут у вас противостояние жесткое, пока не скажешь, что кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. На самом деле, эти орки Гундабада, они довольно хороши. Они против кучников нормальные. Да-да. Ой, еще один залп отличный. Той же монетой. Да. Только у него выжили два, они могут легко возродить весь отряд. Ой-ой-ой, а пятого лабора бьют приличный уже. Это да. Ой, а мне залагало что-то. Да, сейчас отлагает. У меня. Вот тут бы, конечно, надо отступать. Лучше уходи и не теряйте своих нуменосов зря. Так, но этот бой затянулся. Ну, потому что бой серьезный, он все решает. Да, но тут бой, тут преимущество у Русланова, он не испытывает то напряжение, которое сейчас у Матвея. Немного есть. Ну как, Матвею сложнее, потому что ему еще один бой, если он этот проиграет, то выиграет, а если победит, то ему еще один бой терпеть. А вот у Слана, он победил, и ему сейчас должно быть, по крайней мере, спокойно. Что ему остается один бой. Ага. Ну, математик не сильный у нас. Тут Леху надо звать, он у нас математик. О, Матвей, контроль у тебя на высоте. Повторюсь. Ты почти просрал своих следов, и в тот 5-го левел. Который фиг поймешь, как ты раскачал. А вот сейчас это было лишнее. Что? Доспособность. Согласен. Эм, так, стопэ. А, 5-го левела следопыту уже пропали. А, не, он их увел. Увел, да. Экономит. Так что, Витя, попробуем мы на выходных сделать или нет? Попробуем, попробуем. Только нужны, этот самый, сказать двоим или шестерым, сколько нас будет откуда скачать. Мы уже в пути. Ну, я скачал с их всю, и ты, в принципе, это... Держать трой. Мы бьемся. Сделай одну разумную вещь. Зайди в башню лучниками, наконец. Но уже поздням. Вперед. И еще один арт-обстрел, да ты. И кто не выстоит против нас? У нас тут арт-обстрелы на каждом шагу. Вперед. Позиционная война лучников. Ну, у Гондора преимущественно, в принципе, может их просто захилять фонтанами или способностью, а ангморни... А ангморни... А ангморни... Ему нужно потерять отряды, чтобы один-двое остались, и они вас отрядят другие целыми и непредимыми. Такой себе жестокий способ заслу. Я вот только не понял, как там чернокнижниками, как там исцелять воинов чернокнижниками, ангморни. Бессудно. А я понял. Как... и как же, если не секрет. Это секрет. Почему? Потому что ты все спойлеришь. Я уже свой рассказал. Я здесь, чтобы повелевать. Ничего. Так, надо... я знаю, что я забыл. Да ладно, ну подумаешь, проспойлерил, что у тебя Гондор, он бы и так его узнал. Ну, ангморни зажимают. Да, у Гондора преимущество присутствует. Или... да, преимущество конкретное. Ого, что я вижу, ангморни берет руги в ноги. Кое-что задумал. Так, а Карша что, больше не будет? Гривна валилась. А, я понял, что у нас сейчас будет. Додумался, но ты... попадешь под жесткие обстрелы. Додумался, что у нас не будет. Додумался, что у нас не будет. Ой-ой, они даже не дойдут. Печальный конец всадников. И очень неприятный бонус в тылу. Хм, но ангман может получить преимущество, если кое-что сделает. Но сделает имя он это вообще. Ой-ой-ой, бомбанин. Вот всегда прикал у меня этот чудак. У него жена... У него жена молодая, блондинка и просто красавец. А сам он какой-то такой, то ли старый, то ли не совсем. Забавный бомбедил. Ну, хотя, да, он, в принципе, очень старый. Он один из долгих... Он один из самых долгих жителей Среди Земли. Вот, ребят, кто читал Сильмарион? Скажите... Скажите несчастному еноту, кто такой бомбедил? А я что-то в Сильмарионе про него не читал. А где его там можно прочитать? А, можно еще в Лоселине Колец прочитать. Что-то какую-то строительную политику непонятную ведет Ангберг. Какой-то очень лихую. Ребят, ну реально заканчивайте уже. Да пусть сражаются. Хорошо бьются. Гондон, добивай. Я говорю, вторая. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, так, откуда, откуда? Что-то я не увидел, куда этот обстрел попал. Попал по следопытам. Чьим? Но следопыты заряжены. А чьим? По Гондорским. А? Тут бомбодил раздает подачу. Ой-ой-ой, у Гондора уже выгодная позиция. Почему, кстати, героев не нанимаешь? Фармер был бы тут, кстати. Все, в следующий раз буду молчать. Никаких спорей. А, так вот в чем фишка. К нам тут Арагорон пришел. Угу. Дает лещей по Нуменорцам. Ну, лютая башня сейчас сопротивляется хорошо. Дает лещей по Нуменорцам. Арагорн уже второго уровня. Исцелился, отступает. Пока что отбились. Но тут башен столько, что... Да нет. Давайте уже реально быстрее мне нужно... Вот сейчас не фильм смотреть, а смс отправить поздравлительное. А то меня уже тут наезжают. Не отправляй, подожди. А то я знаю, если... А вот интересно, если я выйду из игры, она продолжится или нет? Не надо выходить из игры. О, вовремя. А там в баре такой подарочек. Но и Гондор не растерялся. Подвел то, что нужно. Хотя... Ангбар отбился. Я про кое-что забыл. И пошел в контратаку. Сейчас у Ангбара реально есть шанс. Так, ребята, никто не знает, это уже реально мне нужно этот самый уходить. Что будет, если ты выйдешь? Да. Не знаю. Может быть всякое. Ну подожди еще пять минут. Ну давайте, через пять минут я уже все-таки этот самый... Выйду и... Может останется, я не знаю. Хорошо залп попал. Второй не попал. И хорошая контратака. Теперь все происходит уже... Баба, ты прости, но сменяешь изгону. Сделал просто-напросто. Ну, хорошо, узнаем, что будет, если ты выйдешь. Ну давай, сделаем разрушители легенд. Так, покидаю. Изменилось, нет? Нет, все в порядке пока что. А, ну все, тогда я прощаюсь. Давай. Ено там меньше, кислорода больше. Да, нет. О, а теперь Ангмар потерял всю свою армию. Да я затупил. Забыл про спам. И Ангмару сейчас придется худо. Я сила Ангмара. Посмотрим, что сейчас Ангмар возьмет. Будет опять свою башню струй. Не, башни ему тут много не помогут. А, прикольно. Но... Не очень к месту. Люди короля. Будет спину. По имя железной короны. По именем короля-чиродея. По имя железной короны. Мы лучшие из лучших. Прикольно. Устали. Останавливаться. Я использовал приказ. Вы истинные дуны дай. Арахерим очень сильно ударили в тыл Ангмару. И сейчас, в принципе, хорошо зарешали. Плюс у тебя Арагорн раскачан. Тоже красавица. Я здесь, чтобы ливать. Думаю, это конец. Наклевай. Ангмару пока нечем контрить. Флот так и не пригодился. О! Ё-моё. Сдох всё-таки. Ладно, у меня 7 тысяч. Это у тебя Арагорн сдох, что ли? Да, ещё и Гендальфу возьму. Я его целил специально. А-а-а! Толкует, ай, тебе большого не просто. Да, Гондор богатый, Боротино. А не умру! Мы наследники слабы Нуменора. Именем короля-чародея. Пусть сгинут! Пусть сгинут! Пусть сгинут! Уходи! Пусть сгинут! Моё служение не окончено! Карш! Не ждали! Никто не уйдёт живым! О, Карш! Замиду! Пусть сгинут! пальцы. Мы бьёмся за Ангман! Ха-ха! Чё, отбил атаку! Это временно. Матвей бьётся до последнего. Красава! Ну, так у него последняя битва, если ему проиграть. Сейчас, смотри, он ещё нас троит. Хотя... Хотя-хотя, да. Там завуалью тьмы, тумана войны скрываются. Так, ребята, я отправил. Теперь ты вернулся, да? А мы уже думали, что всё. Нужно отдохнуть наконец-то. Жаба, обидно. А, вон он. А чё ты так со мной жестоко, а? Да. Оу, Гендальф тут утворил. Чё ты так жаба со мной жестоко, а? Да, у меня чёрный экран сразу стал. Злой Гендальф. Алло. Да, да. Чё-то так жестоко, но я думал, наоборот, вести любых всех. Веселись, веселись, как ты приходишь, так бой не как закончится. А, он ещё не закончился. А, он ещё не закончился. Нет, тут ещё надо. Да, у меня Баффин, но у меня уже надо её. На типажке, в принципе, не сложно снести. Да, нигде уже не помогло. А чё ты не используешь свои ресурсы? Вот если там следопыты, то да. Я использую. Я про катапульту. А, блин. Хехех. Кстати, катапульта у Кондора более менее нормальная. Чё не убегай? На крайней мере есть мощнее мордорцев. Давай. Я исполняю волю у короля чародили. А тут уже никого нет. не это лютое сопротивление амбар красава как может сопротивляется надеюсь на третий бой не тут у анбара плохие шансы слишком сильно экономика у гондора раскачано но погубить гондорцев много все-таки он сумел а гондор активно пустой или нет я не успеваю на это он что так быстро смешно что ну тебя же эти прокачан огненные снаряды и поджигает потом уровень нужно а я так хотел сразиться со своим учителем дима и луковцов за титул до еще четвертый турнир впереди пятый шестой но в принципе хорошо только микроконтролем ну это да но на третий матвей судя по всему уже не попадает такой последний бросок и все не попадает мы посмотрим поздравляем поздравляем руслана он проходит дальше в полуфинал где его ждет там один хороший соперничек уже руки потирает поджидает груша чем тетя ангмар очень хорошо получал единственно что тебе надо это микроконтроль